Иснение по закону, по аллаке, основных моментов. Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл уроков, который называется «Жизнь по Торе». И сейчас я расскажу о заповеди номер два. Первая заповедь – это была заповедь изучения Торы. Посмотри первый фильм. И вторая заповедь – это заповедь молитва. Тора – это мы получаем свет от Всевышнего. Мы получаем знания от Всевышнего, мы получаем свет от Всевышнего. Мы узнаем о заповедях, о Боге, о жизни, о мире, о себе. Это все Тора. Теперь, когда мы хотим общаться со Всевышним, это молитва. Это заповедь молитва. И когда мы говорим в иудаизме о понятии молитва, оно состоит из двух основных частей. Первая часть – это «Шма Исраэль». Это декларация, это отдельная заповедь истории произносить эту молитву. Значит, утром и вечером, ложась и вставая, нужно произнести «Шма Исраэль». «Шма Исраэль» – это не молитва. «Шма Исраэль» – это декларация связи со Всевышним. «Шма Исраэль» – это слова, в которых выражена полностью суть взаимоотношений с Богом. И когда мы произносим эти слова два раза в день, вдумчиво, вникая в каждое слово, мы еще и еще раз включаем в себе ту свою часть, которая называется «Исраэль». «Шма Исраэль» – прямо с Богом, это высшая часть в человеке, которая позволяет ему соединиться со Всевышним. И «Шма Исраэль» – слушай, Израэль, мы как бы себя включаем. «Слушай, Израэль, будь прямо к Богу». «Исраэль» – это один из переводов этого слова «прямо к Богу». Мы включаем себя на эту волну, включили, и дальше идет молитва, после «Шма Исраэль» идет молитва. В классическом варианте она называется «18 благословений». В ней есть 18 отдельных отрывков, в которых мы в первой части, первых три отрывка, мы, стоя перед Всевышним, мы напоминаем себе, кто он. Мы как будто бы включаемся, мы прославляем Всевышнего, что он оживляет мертвых, что он от Авраама до сегодняшнего дня, он с нами, что он кадош, он отделен от всего этого мира, то он создатель мира, он творец мироздания, и он хозяин этого мира. И вот мы первых три благословения, мы прославляем Всевышнего, мы включаемся на прямой разговор с ним, на прямое взаимодействие, где есть я, который молится, и где есть творец, создавая. Создатель мира, создатель мироздания – это вот такая прямая связь во время молитвы. Дальше идут благословения, в середине благословения просьбы. Первая просьба, которую просят евреи, начиная с Моша-Рабейну, первая просьба, главная просьба, которую просил царь Давид, которую просил царь Соломон, которую просили все, все, все верующие евреи, молящиеся евреи. просят это первая просьба в молитве шманайстры чтобы бог нам дал мудрость чтобы он нам дал понимающий разум чтобы он нам дал сообразительное чтобы он нам дал умение видеть осознавать понимать что с нами происходит это первая просьба дальше идут просьбы о здоровье благополучие и так далее идут просьбы есть там место которое называется услышь нашу молитву и в этом месте нужно просить личные просьбы у каждого из нас есть разные жизненные ситуации всевышний нас ставит постоянно как компьютерная игра перед выбором выбор у каждого и своя линия фронта борьбы со своим злым животным началом у каждого есть какие-то испытания которые мы проходим и вот как раз в этом месте услышь наш голос это место где ты лично просишь у всевышнего то что для тебя важно в этот момент твоей жизни после этого мы доходим до трех последних благословений и там мы благодарим всевышнего который делал делает для нас чудеса который прям весь мир он держит своими чудесами все существует мы привыкли что все существует но это все существует только как подарок всевышнего благодаря его доброте мы живем мы двигаемся мы существуем все в этом мире только подарок Всевышнего. Это молитва в классическом ее формате. 18 благословений произносится на три раза в день. Утром, днем и вечером. Дальше. Молитва, чтобы понять суть молитвы, еще раз, это разговор с Богом. Это личный контакт с Богом. И моя любимая история, которая объясняет суть молитвы, она заключается в том, что когда-то Раф Шлома Вольбе задал такой вопрос. Вот человек получает все от Бога. Он получает от Бога все, что у него есть в жизни, это на сегодня решение Всевышнего, что это то, что ему на сегодня надо. То, куда он пришел своими выборами, то, куда он пришел своими действиями, то, куда пришло все мироздание. Вот в этот момент это Всевышний постановил, что этот момент он такой. Его человек становится молиться, и он прославляет Всевышнего, говорит, ты хозяин мира. Потом он просит у Всевышнего, чтобы Всевышний изменил то, что он сделал для человека и дал ему что-то новое. На что человек надеется? Что Всевышний что-то не знает, что Всевышний что-то недосмотрел, что система неправильно сработала и произошла какая-то ошибка в системе. На что он надеется? Что он своей просьбой хочет изменить что-то. Потом он в конце благодарит Всевышнего за то, что Всевышний для него делал, и в конце молитвы делается три шага назад все законы молитвы во второй части этого цикла уроков во второй части или же ма пентусевич и рассказывает основные законы заповеди и мы даем ссылочку чтобы ты изучил законы напоминаю что если ты хочешь правильно изучать заповеди то каждую заповедь нужно 30 дней посвятить изучению законов относящихся к этой заповеди хотя бы по 15 минут в день изучать аллахот есть шуха нарух эта книга где перечислены все законы есть и сур шуха нарух на которой мы даем ссылку на русском языке и ты изучая в день по 10 по 15 минут по 2 по 3 заповеди за месяц ты узнаешь все что относится именно к деталям выполнения этой заповеди но сейчас мы говорим о глубине на что надеется человек который помолился что бог услышал его молитву и изменил ситуацию в его жизни очень странно отвечает рафшлама вольбы так что действительно выпросить у бога ничего нельзя выпросить у бога нельзя бог прежде всего это истина которая работает очень по четкой системе каждое действие каждое слово имеет отдачу имеет последствия и то что есть сегодня у каждого из нас это последствия вчерашних слов и действий и это точно то что подходит идеально подходит человеку который оказался в этой ситуации всевышний так сделал мир он работает эта система которая работает уже тысячи лет но во время молитвы человек становится новым человеком во время молитвы человек выполняющий заповедь молитва от всего сердца он в этот момент присоединяется ко всевышнему получает от всевышнего отдельный свет отдельную энергию отдельное внимание и в этот момент когда он во время молитвы который он сделал правильно и от всего сердца он делает три шага назад это уже другой человек это новый человек и он изменился и возможной изменится его ситуация не то что он остался прежним и он что-то выпросил у всевышнего нет он за счет этой молитвы когда он сформулировал когда он произнес когда он есть множество нюансов в молитве например очень важно молиться за других людей то что нужно тебе очень важно проявить вот эту доброту и перед молитвой принять на себя заповедь возлюби ближнего как себя очень важно молиться от всего сердца и помогать другим реализовывать их желание то мера которая человек меряет другим людям меряют ему с неба это все очень важно все принимается во внимание и в момент когда ты помой помолился ты сконцентрировался сфокусировался на том что ты хочешь изменить в себе и в своей жизни когда-то отошел три шага назад сказал рапшлома что ты стал другим во время молитвы это прямой контакт со всевышним твой разум становится чистый и прямой и когда ты отошел у тебя будет совершенно другая жизнь другое восприятие мира поэтому рекомендуется после молитвы какое-то время подумать о своих делах какое-то время поразмыслить о своих выборах которые есть у тебя на сегодня в жизни и в этот момент это лучшее твое состояние после того как ты поговорил с богом все остальное уже у тебя будет в другом свете заповедь молиться это важная заповедь как правильно и делать вы увидите во второй части урока глубину глубину которую мистическую глубину как-то влияет на душу мы узнаем в третьей части урока об этой заповеди и в следующем уроке мы поговорим о следующих заповедях которые удачи вам и успехов в служении всевышний всем привет с вами лешан пинтусевич я вам расскажу аллахическую составляющие этих заповедей которые мы будем изучать мы сейчас находимся в законы молитвы шмонайсры есть закон такой что каждый еврей каждый человек должен молиться три раза в день шахарит минха и арвит главная составляющая молитвы это молитва шмонайсры шмонайсры переводится на русский 18 это 18 благословения которые они суть молитвы они самые самая главная часть этой молитвы принципе в этих 18 благословения там и сначала мы говорим как будто осознаем что бог он по-настоящему управляет всем и по-настоящему все от него идет и после что мы это осознаем то мы просим у него просьбы которые связаны с со здоровьем там с благословения и заработок и еще много вещей тоже одно из благословения это чтобы все евреи собрались в иерусалиме в израиле сейчас мы будем выучим пару аллахот пару законов которые связаны шмонайсры это находится глава 18 законы молитвы шмонайсры написано так молящийся должен знать что шахина божественное присутствие находится перед ним как сказано и злей как воду сердце свое против лица бога и пусть молящийся сосредоточиться и пусть отбросить все заботы еще его размышления чтобы внимание его и мысли не рассеивались во время молитвы что здесь написано он говорит так что человека до которого молится он должен осознавать что перед ним находится бог что это значит что бог где он находится да давно люди думали что их не божества их не боги они находятся на небесах и так далее там но юрий гагарин полетел в космос и никого там не нашел и где они находятся по-настоящему вот ответ на это что бог наполняет всю вселенную и он находится везде в каждой точке везде когда человек он молится то он должен осознавать что он стоит перед богом и он с ним разговаривает с ним общается и с его концентрации человеку может мысленно соединиться с этой духовностью с богом и так после этого соединения он может попросить у бога все что он захочет и если он по-настоящему заслужил этот он и получит то что он попросил вот это то что написано у нас в третьем пункте что человек должен знать что шахина это божественное присутствие перед ним продолжаем дальше четвертый пункт молящийся должен сосредоточить мысли назначения слов которую он проговаривает устами как сказано приготовь сердце их и тогда услышит ухо твое и уже напечатано множество сидуров с переводом на русский и всякий может теперь научиться понимать те слова которые он произносит в молитве что здесь написано человек давно давно люди них не было сидуров не было у них них и они когда обращались к богу они обращались со своими словами со своими просьбами без никаких текстов они просто говорили с богом когда они чувствовали что это надо было но после многих лет когда люди уже начали забывать как правильно молиться то наши мудрецы постановили некий текст которого надо его прочитать и там все уже сформировано сформулировано правильно там просьба там и тоже благодарность богу и много всего там написано и человек который молится он должен сосредоточиться на этом тексте чтобы он понимал что он говорит а то он стоит перед богом и это очень важная вещь понимать что мы читаем и что мы молимся это было четвертый пункт такой очень важный пункт и есть еще одна вещь который тоже интересное что когда мы молимся как мы молимся мы стоя молимся но есть еще одна вещь деталь пятый пункт пусть поставить ноги 1 вплотную к другой как будто это одна нога чтобы уподобиться ангелом как сказано и ноги их нога прямая что здесь написано что ангелы есть у бога очень много ангелов они у них одна нога что это значит это не нога со ступней они как будто бы одно целое такое и у них нет никаких разделений у них все единое и когда мы молимся мы тоже должны быть уподобиться им быть единым быть одной целой и тогда можно больше соединиться с богом и попросить что мы хотим что у нас выходит со всего этого что мы выучили мы поняли что бог находится везде не надо искать его там идти в горы в гималайя не надо и надо лететь на луну чтобы найти бога и надо быть юрий гагарином не надо быть космонавтом бог находится везде в нашем мире и надо только если что-то нам надо нужно просто сосредоточиться и осознать что бог находится перед нами и заговорить с ним и попросить что мы хотим если мы будем так делать то очень вероятно если мы заслужили мы получим то что нам надо и будем жить счастливо и хорошо давайте будем жить заповедем вместе знайте что бог есть и можно к нему обратиться в любое время когда нам понадобится и есть кто-то который услышать наши молитвы